Как сделать обучение для химкинских учеников интересным и еще более эффективным, а самим школам увеличить число победителей Олимпиад и медалистов? Обсудить вопросы повышения качества образования и престижа химкинских школ за круглым столом с главой округа Дмитрием Волошиным собрались директора образовательных учреждений и родители. Я хотел бы все-таки послушать наших коллег, всех, кто работает давно, трудится на территории города, и имеет большой опыт, знания, как мы это будем делать. Например, директор одной из лучших химкинских школ номер 25 Наталья Попова предложила вводить новые цифровые методы для самостоятельной подготовки школьников, которые позволят детям лучше усваивать материал. На сегодняшний день мы приступили к разработке цифровой образовательной платформы для педагогов, где педагоги смогут, ну скажем так, делиться теми своими наработками с учащимися при подготовке урока, да, если я готовлюсь к уроку математики, я имею доступ к серверу учителя и могу взять те материалы, которые подготовил учитель, и работать с ним, готовясь к уроку. Родители высказались за появление в школе внеклассных занятий, которые бы отвлекали детей от компьютера, а с самих взрослых сняли бы часть нагрузки. Управители вечером могли с ребенком после работы общаться, играть, а не сидеть до 12 с уроками, как это часто бывает. Когда я знаю, что ребенок в школе, что он под присмотром, что его покормят, что с ним позанимаются, что он сходит на какие-то дополнительные секции, позанимается спортом, то это вообще, конечно, было бы очень замечательно. А вот какие конкретно секции, внеклассные образовательные занятия и прочие досуговые мероприятия в стенах школ будут организовывать, педагоги должны решать вместе с родителями. Изначально нововведения будут касаться флагманских школ с высокими показателями, которые затем будут делиться своими практиками с другими школами. Это позволит повышать уровень образования в округе. Поддерживать и развивать флагманские школы – инициатива губернатора Московской области. Передовые общеобразовательные учреждения будут курировать главы муниципалитетов. Важно, что родители сейчас поддерживают все наши новшества и начинания, поддерживают преподавателя. Мы хотим взять передовые флагманские школы городского округа Химки и качество самого образования у них улучшить. То есть база останется, а сверху мы дадим еще больше возможностей для того, чтобы это качество образования улучшалось. Кроме повышения уровня образования, уделили внимание и вопросу качества питания. Дмитрий Волошин посетил школьную столовую и отметил, что необходимо совмещать правильное питание и желания самих детей. Собери мнение со школы, именно родительских комитетов, что бы они добавили, что убрали. Месяц назад в школах Химок стали подавать ученикам пельмени. Нововведения школьники оценили с большим аппетитом. Теперь же комбинат школьного питания в качестве эксперимента вводит в столовых очередное блюдо – бургеры. Это классическая котлета, которая запекается в конвектоматах булочка, овощи и сырно-молочный соус. Мы готовы совместно с родителями искать вот эти новые формы, как полезное блюдо сделать еще и интересным для ребенка, и чтобы он с удовольствием ел как пельмени, так и, например, рыбную котлету. И здесь можно есть куда двигаться, потому что из продуктов можно сделать очень много сочетаний, которые ребенку интересны, чем нежели привычная просто там каша или какое-то суфле. В любом случае, в гастрономических экспериментах со школьным питанием последнее слово окажется за учениками, которые проголосуют за то или иное блюдо пустыми тарелками.